Свой рабочий визит в Притобольный район 18 июля временно исполняющий обязанности губинатора Курганской области Алексей Кокорин начал с посещения крестьянско-фермерского хозяйства в селе Нагорское. В хозяйстве Александра Суслова работают около сотни специалистов, которые обрабатывают более 7700 гектаров сельхозяйственных угодий. Главой региона интересовали перспективы развития хозяйства. Александр Суслов отметил, что предприятие использует новые технологии возделывания сельхозкультур, а в 2012 году запущен новый зеленосушильный комплекс с производительностью 30 тонн в час. Занимается фермер и переработкой сельхозпродукции. В хозяйстве своя мини-мельница, есть макаронный цех и мини-пекарня. Продукцию продают в собственном магазине и поставляют на оптовые базы города Кургана, а также в школы и детские сады. После осмотра фермы Алексей Кокорин встретился с сотрудниками. Приятен тот факт, что в основном все, что выращивается, перерабатывается, не отдается сырьем. То есть это дополнительная стоимость, это дополнительные доходы вашему предприятию. В принципе, мы считаем, что по такому направлению должны многие предприятия работать. После этого глава региона провел выездное совещание на строящемся участке дамбы в селе Глядянское. По итогам осмотра Алексей Кокорин поручил подготовить проектно-смертную документацию для строительства соединений между четырьмя участками дамбы, которое защищает село от затопления вода метабола в период паводка. Проблема давнишняя здесь, потому что тогда большая вода, районный центр постоянно подтапливает. В этом году значительный объем работы будет выполнен. В 2015 году, ну, часть 2016 года уже полностью дамбу построить и обеспечить тем самым безопасность при паводке. Визит в село Глядянское закончился встречами с редакцией газеты «Притоборье» и местными жителями. Во время рабочих поездок глава региона говорил о шагах, которые делаются для стабилизации финансового положения области и о принципах формирования регионального бюджета в следующем году. Проблемных вопросов много, но нужно не бояться показывать реальную ситуацию и отстаивать тот бюджет, который позволит в полном объеме выплачивать зарплату, коммунальные платежи и выполнять указы президента Российской Федерации.